Виктор, сотрудники полиции как часто посещают клубы, в которых занимаются ваши ребята? Как часто заходят? Давно видели? Да, наверное, сказать так, чтобы и не часто. Опять же, правильно говорит человек, что здесь надо в систему превращать, что если есть спортивный какой-то открылся клуб, даже если берем это в Владивостоке или в Приморском крае, есть участковый, прежде всего, который должен на этой территории прийти, задать вопрос, кто такой тренер, запросить у него документы, есть ли у него вообще образовательная система, педагогическая, то есть имеет ли он право тренировать, имеет ли у него удостоверение. И пошло-поехало, в каком клубе он там федерации состоит, кому он замыкается. Да, и тогда уже потихоньку, да, есть любители, ребята, на самом деле отдать должное, в свое время, когда перестройка 90-х прошла, все великие, хорошие тренера, они пошли зарабатывать деньги. То есть кто на заводы, кто на предприятия, кто в коммерции, кто в бизнес, кто куда. И тренировать именно детей, подростков, за бесплатно даже скажу так, что на самом деле остались единицы. И эти люди до сих пор на самом деле есть, они работают, их надо помогать им, да, как бы во всем, в жизни, в бизнесе, деньгами, потому что это есть такие еще энтузиасты, на самом деле в периферии. В Владивостоке, наверное, нет, потому что город более живой, здесь все хотят зарабатывать, да, а в деревнях, в районах они существуют, эти ребята. И как бы проблема заключается в следующем, что если они, участковая, скажем, система не проверяет, что это за тренер, что это за клуб, то, конечно, превращается в какую-то непонятную банду там или еще что-нибудь, да, то есть мы можем потерять этих ребят. Но мы прекрасно помним, почему у нас бандитов еще не так давно, спортсмены-бандиты, это был такой большой знак. Но если, повторюсь, если на самом деле, вот сегодня мы сидим здесь, руководитель федерации, да, как бы я на сегодняшний день всегда за порядок говорю, так, открылся какой-то клуб, назовись, сделай свои документы, что ты клуб, и входи в какой-то состав федерации, ради бога, ты можешь, любой клуб может входить в любую федерацию, это разрешается и уставом, и законом, здесь как бы это нормальное явление. То есть я могу быть клубом там по футболу и драться по боксу, выходить, да, то есть там, ну, это нормально, когда у меня тут юридические статусы, документы. В принципе, это, ну, не запрещается, как бы, как и наши спортсмены могут драться на, там, и в кудо, скажем, ММА, там, да, как бы, там, в драке, в боксе, так и они могут участвовать в наших соревнованиях. Это, в принципе, нормальное явление. Но хочу сказать другое, что, как бы, правильно мы говорим, что если участковая и пошла система не проверять этого всего, то мы будем их всех терять. То есть будет превращаться, на самом деле, в непонятную ситуацию. Я хотел еще другое сказать, что мы говорим по-хабаровску, да, то есть, вот вы заметите, ладно, драка произошла, там, два спортсмена хотели выяснить свои отношения, где-то по алкоголю, по выпивке. Ну, это плохо, скажем так, один сядет, другой умер. Ребята, а вы забыли про другого сказать, что все выскочили с телефонами и начали все это снимать, как какие-то попугая, да, как бы, и хвастаться потом друг другу. Они уже заранее знали, что если там не смерть, то кто-то победит и будет всем раскидывать, а вот наш спортсмен или там ваш, кого-то там избил, выиграл. То есть мы теряем вот в этом то же самое общество, что сегодня у нас будет человек тонуть, он будет снимать на телефон, и еще, ну, давай, 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 ты плыви, нет, чтобы руку подать, он будет его снимать до последнего, пока тот не утонет. Так же и здесь произошло, что все встали снимать на телефоне. Так вы разнимите эту драку, подойдите своего товарища, прежде всего, друга, там, уберите в сторону, скажите, ладно, давайте там, завтра встретимся, по трезвому поговорим хотя бы, как минимум, да, и оттащить друг друга. А все ждали, пока кто там друг друга добьет и потом только разнимают. Вот это и есть проблема, ну, то есть этого общества, и, конечно, это надо разбирать, об этом надо говорить, это надо, чтобы потом сверху вниз находило до всех федераций, до школ, прежде всего, да, до институтов, где ребята растут, чтобы, по крайней мере, знали эту проблему, чем это может коснуться, что это первое, это тюрьма, а второе, это смерть. А передайте, пожалуйста, микрофон Денису Григорьеву. Вы своих подопечных по федерации профилактируете, объясняете, что вот там, вот там, уголовный кодекс, вот особенная часть. Конечно, обязательно, работа большая ведется. Что касаемо ребят, которые приходят, мы знаем все свои клубы, и у нас хорошая сборная детская, и чтобы туда попасть, нужна дисциплина. То есть, все ребята отстыдываются тренерами, старшим, главным тренером. Что касаемо именно ситуации в Хабаровске, на мой взгляд, ну, как и спортивного общества, как и других общества, есть неадекватные люди. То есть, не обязательно, чтобы человек со спорта был. Здесь, да, здесь много моментов таких, что, как правило, такие ребята, которые вот так вот хорошо машут, их на ринг не загонишь, на самом деле. Вот соревнования проводим, в зале 50 человек, 5 только заявляется. То есть, они вот на ринг никогда не выйдут, он там научился что-то делать, пошел на улицу, подрался. Плюс еще, вот мне не понравилось, с моей стороны, это отношение, да, действительно, кто стоял, и отношение самого охраны клуба. То есть, почему они, когда люди приходят отдыхать, там стоял парень, написано, что он охранник, я так понял, с этого заведения. Он стоит, смотрит, там в ладоши, потом похлопал. То есть, и там не первый раз про этот клуб говорят. То есть, это внимательно должны правоохранительные органы отслеживать, почему ты приходишь отдыхать, и такая вот получается возня. Потом, насколько я читал, не знаю, правда или нет, приезжала туда полиция, не было заявления, они уже там между собой подрались. И она просто тоже так же, раз, уехала. Опять же, о чем мы говорим. То есть, надо, чтобы все в это вмешивались. И добор срединоборствами, каждый, да, занимается. Ну, вот я, допустим, как сказать, я всю жизнь занимался срединоборствами. И не скрываю это, и меня это вытащило. Потому что много моих коллег, знакомых, там, друзей по дому. Ну, кого нет, кто там наркоманился. Говорит о том, что это мешает. Ну, я, допустим, себя в белых руках держать. Я знал свои цели, задачи, куда мне идти, для чего мне это нужно. То есть, да, приходил в жизнь защищать себя, но, как правило, больше защищать. А этот спорт мне нравится. И говорит, что в этом видом от единоборства, это лично, это каждый лично виноват, как-то себе разбираясь. Так что тут надо с совместным обществом, со спорта, со школы, с родителей, все делать, тогда будет работа. А так результата не будет. Вот действительно, мы вот пытаемся сейчас говорить о том, что с водой пытаются выплеснуть ребенка, как обычно это бывает. И вот Юрий правильно заметил, а кто будет у нас проверять ночные заведения, проверять спортивные организации одно. А вот ночные заведения, пожалуйста, пример не так далеко отсюда. Фрунзенский РУВД, рядом один из клубов в подвальных помещениях, который постоянно появляется в сводках каких-то, появляется в новостных лентах, даже с видео, и охрана ничего не делает. Пожалуйста, буквально там второй-третий час ночи, и пожалуйста. И потом наши же коллеги это все мусолят, это опять выплескивается, и вот этот ком нарастает. То, что в обществе есть запрос на насилие, мы это видим. И неспроста первый канал, буквально через несколько дней после этой трагедии, выдал программу. Вот честно скажу, я ее смотрел, я просто не мог понять. Главный канал страны показывает... Сколько раз показали эту пленку? Я посчитал, 14 раз, 14 раз убийство показать в прямом эфире. Это что, мы работаем на рейтинге? Мы показали еще раз тем самым ребятам, как клево попасть, как легко и просто попасть на все эти экраны страны? Вот еще одна из вещей. Практически сразу после этой программы, я замечу, рекламировался бой, как его называют века, Мэйуэзер, Макгрегор, который там же показывался и повторялся. Стамиллионный бой. Да, больше даже. Вы знаете, мы говорим больше сейчас о негативной стороне этого дела. Я в Гонконге в 2010 году попал в такую ситуацию необычную, вы сейчас меня поймете. Выступала команда из трехлетних китайцев, три годика детям, три года. Это очень сложный комплекс, который, ну, в единоборствах, без оружия, с оружием выступала команда 50 человек. Моя ученица, Светлана Антоновна Муравлева, плакала, говорит, кто трехлетних воспитал? Вот так вот, вот поймите меня правильно, кто этот учитель? Как это возможно? Три годика, мы еще не считаем это человеком. В три года этот ребенок говорит слова, вот в Шаолине тоже я был потрясен, вот Даня, говорит слова, я благородный воин, я патриот своей страны, я люблю свою маму и папу, и я такой достойный и благородный человек. При этом они обладали истинным искусством, там не подсунешь ничего. Понимаете? Потому все кроется в двух аспектах продолжения нашего процесса. Это семья и мастер, который дает великолепные качества и закладывает образец для всего общества, в котором мы вот живем. Семья, тренер, спортивная общественность, окружение, без этого тоже никуда, никак. Так, Александр Владимирович, честно скажите, вот просто, вот здесь вроде как свои, да, а доводилось применять навыки? Ну, знаю, что обладаете, не просто обладаете, а да. Вы знаете, я, вот вы, наверное, заметили, я представляю духовенство боевых искусств. И у меня была ситуация, когда я попал в такую необычную какую-то позицию, когда одна банда и вторая бьют моих студентов. Я в 11-й училище работал мастером, и я не знаю, что делать, потому что если их буду бить, а я взрослый мужик, в принципе, после армии, этих студентов, а их там было очень большое количество. И случайно, интуитивно произошел момент, я быстренько перемахнул через забор и заорал, как дикий зверь, просто. Они начали падать и разбежались, понимаете? Можно обойтись и вырулить какие-то ситуации, не преобладая над этим человеком, нанося ему тяжелейшие увечья. Вот вы знаете, мой учитель говорит об одном, если ты ударил человека, приобрел врага и себе проблему. А если ты искусно можешь так сделать, что он после этого не сможет вести бой, быть агрессивным, то нужно хорошо знать предмет того, чем мы делаем, и наносить, если ударят, то они должны быть, как в зензотерапии, в иглоукалывании, точечные, которые приносят человеку неприятное, реквалидируют агрессию. Согласен, но что делать здесь, в этой ситуации, когда есть агрессия в спортивной среде, и она выплескивается на улице, кто должен, собственно говоря, контролировать эту агрессию? Мне кажется, что только совместными усилиями федераций, клубов, тренерского сообщества можно что-то решить. Готовы ли федерации включиться в эту работу совместную? Мы с Виктором Трабарином говорили до программы, что по большому счету результатом этого общения должен быть некий, наверное, документ, который бы в конце концов подписали бы все федерации, которые бы хотя бы сказали, что ребята, то, что случилось, это неприемлемо. Хотя бы это признали, чтобы все коллеги признали, что это неприемлемо, то, что случилось. В Азии, в Японии, в Корее, в Китае, там, где мои ученики приезжают, у них вот эта формальность, она возведена в культ. Вот у меня вот только сейчас корейская ученица уехала, она представляет древнейший род боевых искусств, они ее послали учиться у меня. То есть это у них некий уровень выше государственного. Мы на самом деле вот здесь собрались, мы должны сами сплотиться и работать на разных уровнях в высоком качестве. Я об этом говорю. Тоже верно. Разрешите, может быть, резюмировать? Мы можем сколько угодно собираться федерациями, клубами, подписывать какие угодно этические хартии, но без государственной направляющей ничего не получится. Государство должно озаботиться этим вопросом, но пока, к сожалению, я лично не вижу сил в нашем государстве, среди наших управленцев, здоровых сил, которым это вообще интересно, которые бы этим озаботились. Пока что, к сожалению, в нашей стране направлено все на зарабатывание денег любой ценой. И пока это не изменится в основе. Если наше государство не стало решать эту проблему привычным способом, все запретить. Каратэ уже запрещали. Мы с тобой ведь помним те времена, когда каратэ в России было под запретом. И что, к чему привело? Если государство не будет этот процесс регулировать, понимать его, а далее регулировать и направлять, то его подменят. Вы вспомните, что было около 30 лет назад в Хабаровске, когда ставленник, скажем, криминального мира. Он, так называемый, извините за эти слова, сделал общаковый прогон по тем временам. И он подменял с собой государственную роль, хотя это, может быть, было и неплохо, хотя это вопрос философский. И тогда был запрет на улице срывать цепочки и обижать слабых. Это в наше время должна делать все-таки страна, должно делать государство. Вот только бы найти тех людей, те здоровые силы в нем, которые этот процесс запустят. Я думаю, что есть, наверное, эти здоровые силы. Осталось только запустить процесс. Максим, вы промолчали всю программу. У вас в анамнезе тоже большой спортивный опыт, правда, не в единоборствах, к счастью. Не в единоборствах. Значит, как я знаю, что спортсмен – это человек, который очень много себя посвящает самосовершенствованию. Я предполагаю, что одна из причин вот этой вот драки, произошедшей – алкоголь, который расслабил некоторые средства контроля. Для спортсмена, который много знает, умеет и думает, что я это проявлю на улице. Привыкший бороться по правилам, попадающий в уличную среду, он также хочет бороться по правилам, сражаться по правилам. На улице правил нету. Немногие спортсмены это знают. Это одна часть. А вторая часть по поводу находящегося рядом отдела полиции. Могу сказать следующее. Сейчас в отделе полиции в районном, в одном, недалеко от города, из 20 участковых осталось 6, из 30 оперов 5 и все. То есть реально работать сейчас неким. Следственное следствие всех, у кого был претензионный пенсионный возраст, в феврале-марте месяца этого года написали заявление и просто ушли. Я просто могу озвучить следующее, что государство не займется вопросом, пока снизу не будет пинок или снизу не будет поставлен вопрос, что надо этим заниматься. Поэтому может быть вот та идея, прозвучавшая хартия, которая может создаться, быть подписана между представителями клубов единоборств между собой. И она выдвинута как программа действия для хотя бы региональных властей. То есть с одной стороны вы будете действующая сила. И в то же время вы будете сила, которая будет контролировать действия государства. Может быть так что-то поможет. По крайней мере понятно из слов про то, как увольняются массовые сотрудники правоохранительных органов в одном из районов. Понятно только одно, что никто кроме нас эту проблему сейчас не решит. Не надо ждать, что это решат сотрудники полиции. Они будут решать, потому что у них своя статистика, они зашиваются в той работе, которая у них есть с криминалом. У них есть своя работа по криминалу, да. Может две секунды в заключение. Хорошо. Буквально в силах государства, наверное, контролировать вот это контенты, да, то есть как бы видео, те, которые выбрасывают. Это популярно, они пытаются стать популярными, вы сами об этом сказали. Вот когда государство сделает это, да, вот этот контроль над вот этими видео и, наверное, молодежи развернет другую сторону и покажет им, что популярно, да, здоровый образ жизни, тот же спорт, то мы все, руководители федерации, всей России, наши двери распахнуты, да, как бы они придут и начнут самосовершенствование. Ну, начнем с того, что телевидение само показывает насилие, и всем известный телеканал, который государственный, показывает бои без правил, и люди смотрят на это и выходят, можно сказать, тоже на улицу и устраивают такую же вакханалию. Все дело в том, что насилия очень много в интернете, насилия очень много на телевидении, и на телевидении его очень много показывают. Это, я не говорю про Голливудчину, Голливудские фильмы и все остальное, а сами программы. Мы сами, мы сами хлещи Голливуда. Интернет, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттеры, которые не блокируют, не фильтруют то, что выкладывается. Давай проще, то есть ты за цензуру. Ну, в принципе, цензура нужна. Услышал. В разумном нужна цензура, в разумных рамках, но не все запретить, и мы будем, как в Китае, знаете, вот это вот... Блогеры против интернета, пчелы против меда. Жень, ваша позиция ясна? Время просто заканчивается. Я сам работаю в СМИ, и я двумя руками, конечно же, за цензуру, но насилие вообще-то часть человеческой природы. Не, ну понятно. Насилие в любом случае нужно контролировать, насилие нужно в нужное русло направлять, и спорт это насилие, которое в природе человека направляет в нужное русло. Когда человек бьется на ринге, когда человек свой тестостерон выплескивает именно в зале, это одно, а когда он выплескивает на улице, это другое. Ценности своим гражданам должно задавать государство, моральные ценности. Абсолютно. Юрий Иванович, я так чувствую, что заканчивать все-таки придется вам, потому что тут такое началось. Я вообще хотел сказать, конечно, без культуры спорт это не спорт. И спорт и культура должна быть едино, вот. И я хочу, чтобы наши детки вообще росли здоровыми и меньше, конечно, наблюдали вот эту всю грязь, которую у нас выплескивают наружу. Мы сегодня говорили о насилии, о том, что нужно сделать, чтобы насилие из спортивных залов не выплескивалось на улице. Кто должен контролировать? Здесь было много сказано, как мне кажется, очень много интересных и правильных мыслей, которые, по большому счету, у нас есть общественные советы при губернаторе, у нас есть общественные советы при управлении внутренних дел. Я думаю, что они, услышав то, что сказано было сегодня, хоть какие-то предложения в свои органы внесут. А, честно говоря, много предложений, которые были действительно важны. А Виктор и Денис, насколько я понимаю, вы члены общественного совета при губернаторе по развитию спорта. Ребята, ну, наверное, вот там этот вопрос уже следует поднять, на этом уровне. И идею про объединение спорта и культуры, по-моему, там святое дело прокачать. Можно очень большую федеральную программу, конечно, принять. А финансирование под нее выделить. Сделать еще и финансирование. Это только результат внизу. Не знаю, не знаю, но... Это даст. Вот Иван уверен, что даст. Это была программа «12». Спасибо. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин